Всем-всем огромный привет! Наконец-то я вернулась на YouTube. Девочки, сразу хотела попросить прощения, кто ждал моих видео и не видел их целый месяц. Мне многие писали в ВКонтакте, мне многие писали на YouTube, куда я пропала. Я реально очень сильно загружена и была, и остаюсь. Вы знаете, что я занимаюсь фотографией, и это пора фотосессии, и я с головой ушла в работу. То есть я ночами, днями обрабатываю фотографии, и очень часто передо мной стоял выбор или снимать видео для вас, а на видео уходит очень много времени, или заниматься Алиной, или заниматься уборкой в доме, или заниматься фотосессиями. Поэтому я выбирала такое самое-самое необходимое, потому что фотосессии, как вы знаете, люди ждут готовый результат, да, обработанных фотографий, поэтому я вся в работе. Но я очень, по-моему, соскучилась, поэтому решила вот сейчас все бросить на один день и, наконец-то, заснять для вас блог. Также я прошу прощения, у меня немножко охрипший голос, потому что я простудилась, пила холодное молоко, холодную воду в жару, и результат налицо. Я целую неделю практически не могла говорить. Сейчас уже все получше, но небольшая крепотца осталась. У нас очень много изменений за последний месяц произошло. Алине вот вчера исполнилось ровно 10 месяцев, и за последний месяц, вот с 9 по 10 месяц, мы сделали практически все, что только можно. Мы, наконец-то, сами сели, потому что чаще всего я ее как-то сама присаживала. Помимо этого мы стали вставать. Мы поползли, поползли мы очень активно. Я переживала, что Алинка не будет у меня ползать. Как вы знаете, многие говорят, что после ходунков детки сразу начали, ну, после того, как они сели, они сразу встают. И они пропускают вот этот период. А многие врачи, я Комаровского очень много смотрела, он говорит, что ползание очень важно, потому что это укрепляет позвоночник, и очень важно, чтобы ребеночек ползал, чтобы он таким образом укрепил свой позвоночник, все свои косточки, и уже после этого только начал вставать. Я очень рада, что в 9,5 недели мы поползли, и поползли очень-очень активно. И она сейчас у меня везде-везде ползает, где только можно. Сама встает уже, держится за что-либо. В общем, развитие у нас колоссальное за последний месяц. Также у нас, наконец-то, вылезло два зуба. То есть в 9,5 недели у нас вылезло два зуба. Мы, конечно, тяжеловато пережили прорезывание зубов. Я отдельное видео обязательно об этом сниму. Но скажу сейчас вкратце, что где-то буквально 3 дня у нас были проблемы. У нас была один день сильная температура, и остальные 2 дня Алиночка плохо себя вела. Ночью просыпалась, поднывала. Температура у нее где-то полтора суток была. Тут небольшая, в принципе, я ничем ее не поила. Но вот 3 дня мы кое-как пережили, и сейчас уже все хорошо. Они уже наполовину у нее вылезли. Так что ждем следующих дней. Также Алина в своих ходунках стала подбегать за последний месяц к ящичкам. Стала выдвигать ящики, доставать оттуда разные крышечки, половники. Я оттуда убрала все опасные предметы. Потому что один раз, когда она первый раз подлезет к ящику, я не заметила. Я не знала, что она это может сделать. И увидела у нее в руках ножницы. Ну, ножницы, которыми я рыбу разделала, воспитальные кухонные ножницы. У меня душа в пятки ушла, поэтому теперь я стараюсь все эти опасные предметы убирать наверх. Но вот эти ящички я пока для нее не закрываю. И вот покажу вам, как она хитро подходит к этому ящику с двух сторон. Открывает его и вытаскивает то, что ей там интересно. Я думаю, что все-таки в ближайшее время нужно покупать будет специальное приспособление. Ну, так они называются липучки. Чтобы она не открывала ящики. Потому что иногда она открывает, например, ящик, засовывает туда палец. И вот так вот потом несколько раз она прищемила себе пальчики. И, конечно же, слез у нас было много. Поэтому нужно все-таки ограничители будет в ближайшее время купить. Также две недели назад мы ездили в Дальнее Подмосковье к моим родителям. Мы ездили только с Алиночкой, потому что муж не хочет так далеко потом добираться до дома с работы. Поэтому он остался здесь в квартире. А мы на неделю с Алиной уехали. Где-то 60 километров от Москвы у нас получилось. Там невероятно чистый воздух, там отличная природа, леса, поля. Так что вы целую неделю там пожили, отдохнули. Девочки, всем советую, кто живет в крупных городах, обязательно ездите куда-нибудь. Если есть такая возможность, отдыхайте на природе с детишками. Это очень важно. Также я там, Алиночке, решила провести фотосессию. Я нашла очень красивое место для фотосессии. Потом мы нашли очень красивый кость с шиповником, цветущий с шиповником, очень красивый. И я попыталась с Алине провести фотосессию. Но как всегда, как только я беру в руки фотоаппарат, она начинает меня истерить. Так что фотографии толком не получились. Но зато я сняла видео, как все это происходило. Она потом подрастет, посмеется. Я вам видео предложу, посмейтесь, тоже посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дежpling Ой смотри он светится Он светится Ну давай руку пойдем Вставай Ой пойдем 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 Вот Куда ты пойдешь Куда ты пойдешь Куда ты пойдешь? Вот такую развивающую игрушку нам подарили друзья для Алинки. Знаешь, Алин, смотри. Как он шевелится. Смотри, Сава. Ой, как она. Да, как она гавкает. Да. Мяу, мяу. Молкая кошка, да, мяучит? Алине стали интересны собачки, кошки на улице. Если она их видит, она с ней глаз не ходит. Ну, нажимай, нажимай. Да. Да. Ей уже очень интересные развивающие игрушки, так что я стараюсь уже что-то развивающее покупать. А помимо этого книжечки. Уже сейчас вам покажу книжки, которые купили. Вот такой молоточек я ей тоже купила. Ей тоже он очень нравится. Но она пока в рот все тянет. Да. Хотела вам показать книжки, которые я покупала через Озон. Я хочу в ближайшее время снять видео о моих покупках. Покупках было очень много разных. Вот эти книжки я покупала через Озон. Я не посмотрела переплет и, к сожалению, заказала несколько в мягком переплете. Девочки, ни в коем случае малышам не покупайте книжки в мягком переплете, потому что, ну, посмотрите, в каком же состоянии. Не знаю, видно на камере, нет. Она все это помяла. Картонные самые лучшие, потому что она их в рот тянет, она их теребит, и она как новая книжечка. Тут очень милые стихотворения. У моей Иришки зуб дырявый слишком. Собираемся к врачу, дочка плачет, не хочу. Я ее читаю, ей очень нравится уже. Вот эти вот книжки, они очень хорошие. Здесь вот очень яркие картинки, здесь очень милые стихотворения. Две косички банки, красный сарафанчик, белая сорочка, и это наша дочка. Очень хорошее стихотворение, но мягкий переплет, конечно же, он не очень хорошо. Это вот если только с Алиной садиться. Но опять-таки я пробовала, я ее сажаю к себе на коленки и начинаю читать ей вот эти книжки. Она тянет руки, она их мнет. Это, конечно, не очень хорошо. А вот эту книжку я покупала в фикс-прайсе за 45 рублей. Девочки, там, оказывается, такие прикольные книжки есть. Кто не был в фикс-прайсе, заходите. Смотрите, ну чего ты кричишь, Алина? И стихотворение тут, милые, это азбука. Вот так мы читаем с Алиночкой. Жирак в саванне по жаре гулял однажды в декабре. Я расшиб коленку, вот. Мама, срочно нужен йод. Алина, подожди аккуратно. Кубик один и кубик другой. Мост я построю над быстрей рекой, да? Смотри, какой синий цвет. Синий цвет какой. Встану рано поутру, пирамидку заберу, да? Да? Давай еще. Плывет и крякает малютка, моя пластмассовая утка. У тебя такая утка в ванной есть, да, Алина? Вот такая. Книжку не помню показывала, вам нет. Мне подарила мама. Она от нуля до трех лет. Самое, что мне здесь понравилось, это рецепты. Диетическая кулинарная книга. Именно для деток. Я уже готовила овощное пюре. Кстати, в инстаграме я размещала, как я Алине самодельное овощное пюре делала. И я хочу вести рубрику на ютюбе. И то, что я готовлю именно для Алиночки, в баночках уже я баночки замораживаю, об этом всем я хочу вам рассказать. Именно как самую готовить, потому что все-таки покупные пюрешки, это, конечно, не очень полезно. И вот тут очень много разных таких вот блюд для деток. Например, суфле куриное с морковью, пюре картофельное с курицей. Например, курица, курица, картофель, молоко, масло, сливочная соль. И как все это готовить, это очень удобно. В интернете тоже много информации полезной, но книжка всегда по-другому. Мне кажется, с книжкой тоже очень удобно. Вот, видите, что она делает с мягким переплетом? Вот, скоро, мне кажется, это все она порвет уже. Ну вот, конечно, это не очень удобно. Ну вот, это что, Алина, такое? Алина, книжку надо читать, а не кушать. Алина, буду сейчас кормить Алину пюре из сладких овощей. Там тыква, кукурузка. Я как делаю? Я ей сначала пол баночки разогреваю, потому что она у меня немного совсем кушает. Если она пол банки съедает и хочет еще, я потом еще раз разогреваю. Вот так мы кушаем. Мы в последнее время даже не одеваем сюнявчик, потому что мы стали очень аккуратно с Алиночкой кушать. Да, Алина? Ей овощные пюрешки очень нравятся. Но не все, опять-таки, ей тыква не очень нравится. Она у меня очень любит кушать, например, брокколи и цветную капусту. Но много мы не съедаем, потому что она знает, что у мамы молочко рядышком сладенькое, и она больше на молоко у меня подсажена. А пюрешки она вот в день, ну, максимум целую баночку съедает. То есть у нас вот прикорм очень-очень медленно идет. Когда я уезжаю на съемки, и мама целый день с Алиночкой сидит, она у мамы ест все подряд. Я уже молоко ей даже не оставляю, маме не сцеживаю, потому что мама ее кормит различными пюрешками. У меня она практически их не ест. Но я ее жалею, она плачет, я ей грудь даю. Конечно, это не очень хорошо. Уже пора бы. Осталось два месяца, и я уже буду заканчивать с грудным вскармливанием, потому что, честно сказать, я уже устала кормить. У меня грудь уже частенько начинает болеть, потому что она прям ее, такое слово сейчас скажу, нехорошее, насилует. Потому что реально она прям уже кушает много, а мне тяжеловато. Алина, нет, только не пачкай. Ну вот, видите, уже испачкались. Мы, как всегда, с Алиночкой, идем в лесочек, потому что здесь воздух очень хороший, никого нету. А Алина поет, да? Ты поешь? Мы с Алиночкой на полянку пришли, уселись. Сейчас я ее покорнула. Я, кстати, хотела вам показать вот эти вот очень вкусные пюрешки фрута няня. Яблоки, абрикосы со сливками. Она просто обожает. У него очень приятный сливочный вкус. И самое главное, здесь вот очень удобный дозатор. То есть она как из бутылочки сосет вот эту пюрешку фруктовую. Ей очень нравится. Так что всем рекомендую. Стоит, конечно, немножко дороже, чем обычные пюрешки в баночках, но очень удобно именно на прогулку брать. Вот так мы кушаем эту пюрешку. Очень-очень удобно. Я иногда ей прям в руки даю, а она сама сидит и сама кушает, сама себе надавливает. Прямо как из бутылочки. Очень удобно и очень вкусно. Давай на прогулке скажи. А то мы гуляем уже час, скажи. Я проглядалась, да? Очень вкусно. Алина, открывай ротик. Мадемуазель! 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 Ну что, одеваем тупельки и пойдем на детскую площадку ходить, да? Мадемуазель! Вот как мы встали, да, Алина? Вот как мы встаем, да, Алина? Вот какие мы, да? Да? Какая ты у меня молодец! Какая ты у меня молодец! Маленькая моя! Маленькая моя! Хотела показать, какую я повязочку купила Алине. Не помню в магазине. А, в Мармелэйте, если я не ошибаюсь. Такая красота. Ее надо, правда, подшить, потому что она немножечко великовата Алинке. Это очень мне понравилось. Мы с Алиночкой зашли в Дикси. Я прикупила немножечко продуктов. Мне очень захотелось из печени оладий. Так что я купила лук, морковь, печень и укропчик. Я все это в блендере собью и пожарю оладушки. Думаю, как-нибудь рецепт размещу, видеорецепт. Помидорки, огурчики. Это все на салат. Макарошки, яйца, немножечко бананов, сметаны с творогом, как всегда. Мне очень вот эти салфетки понравились. Ну, губки. Вот хотела порекомендовать вам штрудлики от фирмы Полет. Очень вкусные. Кто любит штрудель, вот эти слоеные слойки такие с яблоком и корицей. Очень-очень вкусные. Вот прям вкус штруделя. Так что, кто любит, поищите такие. И зашла в фикс прайс. Я раньше вообще в фикс прайсе ничего не покупала. А тут в последнее время несколько раз заходила. И реально там можно что-то интересное найти. Я очень люблю маршмеллоу. За 45 рублей, мне кажется, вообще отлично. Потому что так они дороже везде стоят. И мужу купила вот такие вот вишневые какие-то мармеладки. Он у меня их любит. Так что, пусть он пробует такие. Я вообще хочу в ближайшее время снять видео о покупках фикс прайса. Я довольно много там в последнее время много всего прикупила. И для Алинки игрушек. И вот, кстати, сейчас купила вот такую мышку заводную. И сейчас с вами ее откроем. Реально там можно найти недорогие классные вещички. Так что ждите видео, обязательно такое снимем. Мышка. Ой-ой-ой. Там была еще коричневая и черная. Но мне показалось, они какие-то страшные. А беленькая самая лучшая. Хотя она у нас с полом немножко сливается. И вот такая машинка тоже с фикс прайса. Вот. Девочки, посмотрите. Смотрите, что она делает. А кто будет за собой убираться? Кто будет за собой убираться? Мама, что ли, за тебя будет, да? Мама за тебя будет убирать. Их ты. Ты хитрец. Ну-ка. Ты хитрец. Ты маленький хитрец. Ты что, встаешь? Ты встаешь? Ничего себе. Алина сама встала. Сама встала. Вы только на нее посмотрите. И куда ты лезешь? Куда ты лезешь? И? Улеглась со мной. Ну, полежись, мама. Ну, полежись, мама. Вот такие печеночные оладушки у нас получаются. Я готовлю их как? То есть просто печенка измельченная в блендере с луком, добавленный укроп измельченный, добавлена морковка тертая, яйцо, чесночок, соль, перец. Вот так. И вот такая масса получается. И добавлено немножечко муки, буквально 4 столовые ложки, для того, чтобы наши вот эти оладушки, они скрепились и не располаглись по сковородке. И подавать это очень вкусно с картофельным тюре, например. Но вообще мы с мужем очень редко готовим печенку, едим печенку, потому что не очень ее любит муж. Я ее, наверное, раз в 3 месяца готовлю. То есть в общей сложности в год получается раза в 4. То есть довольно редко, но иногда себя заставляю, потому что все-таки она полезна. Ну, в принципе, вот такое блюдо, оно очень вкусно. Также я делаю, например, печенку в сметане с луком, с чесночком, тоже очень вкусно. Построгановский она вроде называется. Пока Алинка спит, я решила поужинать. Муж у меня сегодня поздно придет, поэтому ждать я его не буду. У меня салатик из свежих овощей, кинза, укропчик, помидорчик, огурчик. Это я запекала в мундире. Картошку в духовке молодую и мои оладушки. Ну, вот на сегодня и все. Надеюсь, это видео было вам интересным. Я еще хотела вам заснять, как Алина в ванной купается. У нее очень много забавных фишек появилось. Так смешно, она так плескается там забавно. Но она раскаплизничалась, и я уже не стала ничего снимать. Думаю, в следующем влоге вам покажу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...